Взяла голубильца, сделала сметанный замес и сметанным замесом полностью избавилась от белого. Создадим среду обитания для этого пейзажика. Вот такое выштриховывание, распределительное, короткое, короткий штрих, распределительное выштриховывание. Коротенький штрих наполнит веществом краски весь ход. Хорошо? Давай так. Небо отражается как в зеркале, но более темное. Так всегда и бывает. Вода имеет собственную тональность, поэтому дополнишь здесь темнотой воды. Хорошая укладка, все просто идеально. Наполнишь здесь темнотой воды. Наполнишь, наполнишь. Возьмешь тряпочку, возьмешь ее часть. И, ну, такой, немножко комом тряпки. Будешь брать голубой, желтый, получится зеленый. Плюс коричневый, получится сложный цвет. Вот этим сложным цветом нашвыряешь, нашвыряешь первые проявления рисунка. Такой, как бы, малым количеством краски. Как бы такой натертостью. Натертостью. Вот такой натертостью. Нашвыряешь, нашвыряешь, нашвыряешь. Нашвыряешь. Такой набросок, набросок по-быстрому. Да, смотри, достаточно быстро набирается, нашвыряешь. Идею камней. Увидела больше розовизны, накидала. Синий розовый, накидала. Вот они, камушки, да? То есть, вот так, тряпочкой, как пастельным инструментом, да? Вот как мелок пастели. Быстро, быстро, быстро поперечисляла пятна. Хорошо? Давай так. Единственное, высокой не поднимай. Чтобы нам не пришлось потом ремонтировать небо. То есть, пусть оно лучше будет занижено, чем завышено. Создадим условия для... Для облачка. Облачку всегда можно дать розовиночку. И даже оранжевиночку. Вот такое состояние цвета. Бесы распространяются. Что хорошо... Что стоит сделать облаками? Стоит сделать ступени ухода. Крупная ступень облаков мельче, мельче, мельче. Там этого нет. Там облака засели внутрь, под линией горизонта, и все. А мы создадим идею ступеней ухода. Более крупное облако здесь. Мельче, дальше, еще мельче, еще дальше. Появится вот этот ступенчатый уход. А это облако аж почти как крыло может сформироваться. То есть, по идее, у нас есть подсказка облако, да? Только. И вот мы из него делаем красивое крыло. Раздавливаем. Подталкиваем красочку, чтобы вот этот перистый характер произошел. Вот такое крыло и ступени ухода. Розовит. Розовит и скала. Скалу начнешь тоже укладывать густой краской. Светлые партии любят густую краску. Теневые недолюбливают. Скала это двоякое проявление. Во-первых, это рубленое проявление. В отличие от перистого проявления. Облаковидного, дымовидного проявления. Это рубленое проявление. Так выглядят скалы. Они тоже розовит. Тоже розовит, да. Но среди его укладок есть синюшные, Монюшные, сиреневатые проявления щелей. Все вместе начнут формировать идею столы. То есть, достаточно густо. Но сначала старайся раздавливать густоту краски, Чтобы она позволяла на себя положить потом еще. Может быть, здесь посмуглее, даже посмуглее облако сделать. Даль скалы. То есть, светлые партии любят густоту. Укладка, базальтовые отложения и щели. Будет то, что мы ищем. Вполне скально, да. Ну и так до синей теневой части. Теневую, это я посмуглее наложить. Да. Больше синьки. Усадишь туда. Потом возьмешь рыженький. Розовый, желтый. И немножечко с густинкой уложишь. И вот таким образом. Немножко сочвяком. Такой вот чвячик чуть-чуть. То есть, выразишь горизонтальность этого пятна. И прибавишь к этому чуть-чуть фактуру его чвякательную. Оно же отражается. Посадила. А вот это отражение будет нарочито вертикальным. И от этого в воде, как в стекле, появится идея отражений. Звучит разница, да? Между отражением и то, что отражается. Там какие-то. Видишь, я просто балуюсь мастихином, создавая. Но идея в том, что я выделил достаточно выразительно это пятно. Может, потом еще светлее дадим. То есть, сединой краски. Сединкостью краски можно будет чуть-чуть успокоить. Показать идею вот этих склонов. Смотри. Идея склонов. Камень укачки будешь изображать так. Коричневый, красный, голубой. Будет такой чернявый цвет. Чернявый. Нашвыряешь его. Ломанно, рублено. Ломанно, рублено. Выдвинешь мысик, чтобы они не прижались к краю, а наоборот, создали змейку ухода. Змейку ухода. А столу пока не надо. Смотри, вот она, змейка. Вот она. Нашвыряешь темноту, расштрихуешь ее. То есть, теневые партии не любят густоту краски. Поэтому ты их немножко расштрихуешь. А потом сделаешь вот такие вырезалочки. Вот такие вырезалочки. И уже вырезалочки начнешь снабжать светлостью. Причем не обязательно полностью затаптывая. То есть, вот эту продресь частично можно и оставить. Прикольно? Рублено. Ну, давай. А вот это вот отражение я пока сказал вообще... Нет, тоже, тоже. Вот так же, как и вот это. Сюда нагнетаешь. То, что в скале прилично. И тоже по вертикали. Все должно стать вертикальным. На этой вертикали любой звук горизонтального характера выразит идею плоскости воды. Ну, мутно, мутно, мутно. Это типичные какашечки. Камни это рубленые формы. А это кругленькие, противненькие. Теневые не любят густую краску. В теневых раздавленная краска. Играет кладби. Камни. Углай. Камни. Ясно. Камни. Теневые. Смотри, рубленый характер Нарочитый рубленый характер создаю Для того, чтобы Произошла скала Поскольку скала закругляется Чуть-чуть наполняю идеей Штриха по цилиндру Смотри, штрих по цилиндру Нарочитая И выходы свитика там чуть-чуть. Есть, да, такое? Чуть-чуть там. Выходы свитика. Листость тоже слегка порублена на ущелье. Рубленный характер. Особенная проблема в том, что они все еще одинаковые. То есть, тоже вот. Если мы видим перед собой одинаковые камни, и вообще что-либо в природе одинаковое, делаем все, чтобы одинаковости духу не осталось. Даже если там одинаково. Нет, какашечек, а вот камушечки сейчас будут. Почему имеет смысл вот это вот делать? Вот это делать. Потому что мастихин умеет делать рублено. Умеет мастихин создавать рубленности. Разновеликость тоже делает камни более камнями. Потому что тот сегмент, который ты одинаково затеял, он тоже сродни тому слову, который я затеял. Смотри, какие хорошие, добротные камни могут быть здесь. В том числе и маленькие. Маленькие, симпатичненькие. Одни других заслоняют. Уже на этом этапе, это уже каменная среда, правда? Теперь ее дополняем. Дополняем ее светиками. И не обязательно даже полностью забивать то, что было положено мастихином. То, что, вернее, было процарапано. Можно и не забивать полностью. У камня может быть теневое, то есть синеватое проявление. Может быть освещенное проявление. Тоже совсем не обязательно, если они все освещены, делать их всех освещенными. Что-то могло из предметов, или дерево какое-нибудь, могло заслонить солнце от этого места. И здесь остались бы часть камней не освещенных. Свет несколько желтит. Поэтому чуть с желтотой. не обязательно каждый камень отдельно вырисовывать, как некую мишень. Смотри, вот даже куча. Иногда лучше, чем... Даже чаще лучше, чем вырисованное все отдельно. Прикольно? Смотри, как мастихин вытворяет чудеса. Стоит опробовать это. Камни очень часто изображаются именно по такой схеме. Вот эти камни в тени. И это становится внятно видно. Правда? Да, и краски немного. И краски немного. И вместо вот этого, да? Да, да, да. То есть мастихин это для поступков. Это не для нацуцуливания. То есть поступочки, поступочки. То есть рубленый, как бы как скульптор, который кусок мрамора начинает обрезать. Вот так у тебя примерно должна выглядеть каменная среда. Так, хорошо. Значит, вот эту травочку тоже можно нашим простым инструментом сделать. Это трава? Похоже. То есть берем, подбираем нужное количество вещества. и укладываем. Травочки. Но там у травочки есть и световая, и теневая. Поэтому обязательно сначала теневую уложить. Он, смотри, как элементарно укладывает. А потом световую. Немножечко понатыкать разноцветицы. Вот этим деревцам. Вот это дерево положишь как только до разберешься с дальним куском. То есть как только дальник у тебя уже тонально выражен, чтобы на него уже положить, так возьмешь желтый и уложишь. Но на оттененность некоторую. Здесь у нас тоже достаточно темно. Достаточно темно, особенно к низу. Вот. Все это еще и отражается. Все это показать еще и в отражении. Нарочитываю вертикаль. Нарочитываю вертикаль. Вот такого характера. Вот такого. Глянцевого. 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 Раздавленного характера. Да? Стеклянность появляется у этого. Плюс здесь еще и белизна облачков. Докидаешь и ее тоже. Все это превратится вот в такое. Чтобы текучий характер вниз так прилично именно отражению. Мутный, текучий. Там не такой мутный. Ты сделай достаточно мутный. В том числе там у тебя есть вот такие проявления. Вот такие. Это красиво? Да. Водяно, да? Очень водяное проявление. То есть ты можешь чуть накидать вот таких полосочек. Но это с густой красочкой. То есть чуть-чуть с густотой. Накидать вот таких полосочек. В том числе и зелененьких. То есть как бы то, что чуть-чуть различимо. И вот так заходя, вот так заходя, создать рябушку на воде. Вот такую рябь. Но она не совсем ровная. Она то в одну сторону сбилась, то в другую. После всего этого голубоватые придут на воде вот эти. Бликующие. И обозначат идею воды окончательно. Ладно? Да. Ну давай так. Все везде по-профу. В дополнение к тому, что тряпкой вот такие ребром мастихина укладки можно сделать. Такой хламничек из этих трап. отлично. Отличная вода. Так, сейчас мы немножко еще и по рисункам соберем. и должно быть совсем хорошо. Здесь у нас рисунок, проявление линейного рисунка. на фоне освещенных освещенного задника. Смотри, прям лежачей кистью к холсту, да? Прям совсем лежачая-лежачая. на его фоне темнявенькие стволики. от них на землю попадала тень и они сразу приземлились. видишь, да? То есть это обычный трюк, который используется в живописи, который, конечно, в природе есть, но мы его иногда даже преувеличиваем. То есть дерево с его падающей тенью. Упавшей тенью. Немножко вот вдоль берега какая-то там хламничность. Какие-то каменюхи. свет-тень у каменюх. Опять каменюхи вдоль берега. от них вернее у них теневые чуть-чуть выражены. Все это чуть-чуть отражается мутно. вот эти деревца дополнишь вот такими укладками. Вот такими. Лежачая кисть. Вот такая укладочка. коричневый синий или коричневый то есть это зеленца которая на палитре у тебя. и теневые проявления и световые. А ну да? Да. вот. Единственное, что чуть поутруждаешься здесь их довольно много. вот таких вот таких настроений. Зигзаг. Неравномерность. Смотри. Неравномерность. Ну все это ложится на вот эту пятнистость которую мы создали. Этот ковер. Вот. И наконец этот куст очень выдающийся. Возьмем чистую тряпочку там. Возьмешь вдоволь желтого. Но желтый не любит быть без подкладки красного. Поэтому прежде чем класть чистый желтый сначала положишь с розовизной. Светлые партии мы уже знаем любят густую краску. Смотри. Я вот этой ерундятины комом этим создаю эффект комковатости листьев. Правда? Вот. Единственное там плохо что он дерево прижалось к краю. Поэтому давай сделаем ветку которая вышла аж сюда. по следам ветка не так торчит. Вот прямо вот сюда выставим ее. Хорошо? Внизу. Да. Под ней будет продолжение следует. А здесь немножечко еще. Ну вот с такой густяки. Ладно? Левой. Спасибо. Еще какое-то лиственное. Вот такое что-то. Логично? Да. Вот если, допустим, вот такая неудача произошла, чуть-чуть можно подчихать. Он такой бледненький, он не вредненький. Он такой бледненький. 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 Он такой бледненький.